Сегодня мы открываем прекрасную выставку Евгения Расторгуева «Нескучный сад». Мы благодарим Людмилу Варламову за предоставленные работы, за помощь, за организацию этой выставки. Я передаю вам слово. Спасибо. А я хочу передать слово Андрею Соробьянову, затем Михаилу Михайловичу Красилину и Виктору Калинину. Они все расскажут очень интересно про Евгения Натальевича Расторгуева, нашего потрясающего художника. — Вообще Люда могла больше рассказать, на самом деле, поскольку она его гораздо больше, чем видела, наверное, и знала лучше. Ну, если говорить о Расторгуеве как художнике, здесь, конечно, представлено время особенное, вот 50-е, 60-е годы. Не то, что мы привыкли видеть, не того Расторгуева вообще мы привыкли видеть на выставках, монографиях. Все-таки он, лицо у него иное несколько. Тем интересней то, что здесь выставлено, потому что тут как-то все очень живое, светлое, такое какое-то ясное искусство. Тех лет, когда вот оттепель, и тут вот в картинах, как я смотрю, солнце, свет все время, какие-то пейзажи радостные. Это было время надежд необыкновенных, и вот это чувствуется в тех пейзажах, которые мы видим. И эти пейзажи, конечно, окрашены каким-то вообще необыкновенным оптимизмом, взглядом на пятикет. Он был художником, ну, если так можно определить, неопримитивистом все-таки. Сознательно довольно он работал в такой манее упрощенной, как бы, ну, руководствуясь, может, какими-то образцами русского авангарда, скажем, Ларионовым, который он очень, кажется, любил, Гончаровой, там, и другими художниками ранних десятых годов и двадцатых. Но особенность Расторгуева в том, что его взгляд, так сказать, его манера примитивистская, она несознательно сделана. Это его естественный взгляд на мир. Вот в чем дело. Это такой какой-то, с одной стороны, детский, наивный, а вообще-то мы знаем, что дети в своей наивности и бывают иногда гораздо более мудрые, чем взрослые в своей ненаивности. И вот эта светлость какая-то, ясность взгляда на мир, она вот и в его периоде неопримитивистском видна, и вот в этих картинах. Ну, только могу поздравить всех нас с этой выставкой. Я думаю, что она будет уничтожена. Выставка действительно на редкость неожиданная, и это своего рода, я думаю, сюрприз при показе творчества Расторгуева. Дело в том, что Евгений Анатольевич, будучи человеком в возрасте уже достаточно экцентричным, что позволяло ему писать своих городецких чудаков, создавать свой городецкий миф, на редкость удивительный и живучий. Вот эти вещи, к ним он относился несколько по жизни отстраненно. И хотя не удавалось, вернее не удавалось, а приходилось переворачивать едва ли не всю его мастерскую, эти вещи он от публики старательно прятал. Потому что, как многие советские художники, он считал, что первый начальный период ничего не стоит, и показывать его незачем. И даже один из его застал, что он сворачивал холсты этого периода большие. И говорит, какая удача, сейчас ко мне придет один человек, их все заберет. Вот такое было отношение. Ну, это не только относилось к картинам 50-х годов, вот к этому периоду работали в мастерской на Фрунзенской, а практически все пейзажи, которые здесь есть, в своем большинстве, они написаны из окна мастерской на Фрунзенской набережной. Это вот такая, своего рода, фиксация, мессионистическая фиксация времени года, любого времени года. Картин на этот, этого периода достаточно много, и они уже разошлись по многим частным коллекциям, и вот то, что удалось Людмиле собрать, я считаю, что это очень большая удача. Теперь мы на эти картины, ну, справимся с тем временем, которое уже прошло, мы смотрим на них другими глазами и совсем по-другому оцениваем. Так что, поздравляю с этим выступлением. И особенно Людмила, которая это сохранила и пропагандирует творчество во всех, я расслаблюсь с этим. Для меня это тоже совсем полная неожиданность. Дело в том, что Евгений Атольевич для нас, тогда еще молодых художников, был самой притягательной фигурой на официальном мозге, если мы так квалифицированы, тех художников, которые нам предшествовали. И самый загадочный, и он как бы единственный в то время, который отказался от прямого взгляда на натуру, на интерьеры, на фейзажи. И то, что, допустим, когда на Кузнецком мосту была огромная выставка вот этих знаменитых шестидесятников, где Попов был, группа шестнадцати. Конечно, впечатление было ошеломляющее, потому что вдруг реальность, которая бросалась в глаза, исчезла в его картинках, и какой-то своеобразнейший мир тебе предстал. И нам казалось, по крайней мере мне, что человек изначально именно так рисует, вот такой его мир. И мне тогда бросилось в глаза его фамилию Расторгуев. Думаю, вот человек, видимо, из той категории старой формации купечества, там торговали они, поэтому у него такие вот ярмарки бесконечные, какие-то сюжеты из такого фольклора. И такое ощущение, что вот это он все тщательно скрывал, конечно. И когда мы потом, впоследствии, будучи соседями по мастерским, сошлись очень близко, и он в то время тоже так абсолютно демонстрировал то, что только сейчас им было создано. И, естественно, что, может быть, если бы не было вот этого его прорыва, вот этот мир фантастический, в котором он, в конце концов, поселился, то и эти работы бы совершенно не имели того значения, которое мы сейчас ощущаем от них. Это такой усредненный, может быть, достаточно, как бы, в то время во множестве, многие художники примерно так писали. Но за счет того, что его мир потом изменился, в этих работах стало проступать то, что ему впоследствии удалось преподнести зрителям. И в этом бесконечная ценность. Вот это вот вчитывать, осмысливать эти холсты с точки зрения его последующего этапа, это совершенно увлекательное такое зрелище. Когда, может быть, вот этот натюрморт, вот такой непритязательный, там с этими деревянными, жалкими, так сказать, подделками, вдруг вот вырос в результате совершенно потрясающий, фантастический мир его настоящего искусства. Поэтому, во-первых, я счастлив, что мне в течение двух десятилетий пришлось с ним общаться. Он был человеком-праздником, человеком таким жестким, требовательным к себе. И этим он был ценен, потому что он был совершенно беспромиссный, свободный художник. Один из немногих, которых я сейчас учал в своей жизни. Спасибо большое. В памяти Георгии Точи с 27-го прошло уже шесть лет, как его нет. Мы с моей дочкой, с Наташей, мы вот стараемся что-то делать. В памяти и Тамары, и Егора, и Ростокуева, потому что он достойный. Я думаю, что пройдет еще какое-то время. Да, Андрей? Спасибо. И его оценят по достоинству, по-настоящему. Очень этого хочется. Я знаю, что Евгений Анатольевич это хотел. Он хотел это. Потому что он, на самом деле, он особенный. Он особенный художник. И вот, видите, правильно он сказал, что он был искренен во всем. Если он говорил, что это, я извиняюсь, это его было слово... Прошу прощения заранее. Он говорил, выставка говерная. Ну, это было так. Его за это не сильно любили, но, однако, это было так. И это мало правильно иногда сказано. Ну, и нам с Наташей доставалось. Но зато Наташа выросла. Он у тебя погордился, и Тамара погордилась своей внучкой. То есть мы стараемся не подводить их. А я очень рада, что эти работы мы показываем. Потому что они тёплые, они просто светятся изнутри. Цвет, который... И те самые работы, которые сейчас, они словно... Не удивляешься, что они такие... Послушайте, смотришь старые эти работы, и ты понимаешь, что эти новые работы, которые тот самый Растаргоев, силу городецкой фантазии, в этом нет ничего удивительного. Он отсюда вышел. И так естественным образом каким-то... Ну, просто был умный и очень, вероятно, талантливый человек. Спасибо всем. Если кто-то ещё хочет сказать, может, Оля Костина? Скажи, пожалуйста, Олечка, дорогая. Не собиралась, но ты вытащила меня. А тебя будет много силы. Дорогие друзья, я просто хочу вам рассказать о своём последнем впечатлении, которое я получила, будучи у Людмилы в гостях. Это было совсем недавно, когда она мне показывала в мастерской работы очень ранние, особенно графику. Вы знаете, эта графика меня совершенно потрясла. Такие путевые зарисовки, вот, совершенно изумительные по своей точности, по своей эмоциональности. И я считаю, что это какой-то совершенно особый пласт искусства Растаргуева, о котором мы даже не догадывались, и которая несёт на себе, с одной стороны, печать времени, то есть действительно это вот какие-то там приметы фестиваля, да, вот его работы, запечатлевшие первый фестиваль молодёжи и студентов у нас. Это какие-то итальянские рисунки с приметами той жизни. Но вы знаете, я не могла заснуть в ту ночь, Люда, я приехала домой. Ой-ой-ой-ой-ой, у меня стояли перед глазами, ну что, стояли перед глазами эти работы. Сейчас я, как раз Гена Красношлыков звонит, который тоже выставлялся. Вот, и стояли перед глазами эти работы, которые просто привели меня в состояние какого-то внутренней подвижности. Вообще Евгений Анатольевич был человеком какой-то невероятной внутренней динамики. То есть я его никогда, встречаясь с ним на выставках, никогда не бывало так, чтобы мы вот прошли мимо, он меня очень поверхностно знал, но никогда не бывало так, чтобы мы прошли мимо друг друга, и он бы ничего не сказал. Обязательно. Это было мнение о той или иной работе, это была какая-то, если говорилось с ним о его работе, то это обязательно он ответит. И он мне очень запомнился, вот, когда в нашем наследии была выставка Тамары. Вот, то есть он был настолько счастлив, что он Тамарин работы выставил, он был так полон вот этого чувства выполненного долга, и какой-то был невероятно молодой в тот вечер. Вот что-то в нем такое было, как будто бы он всю свою жизнь с Тамарой вспомнил, и был страшно счастлив, что эта выставка состоялась. Вообще, вот, конечно, я не была с ним так близко знакома, встречалась в основном только на выставках, но он не производил на меня впечатление человека жесткого по отношению к коллегам, вот как Люда сейчас говорила. Напротив, как-то я всегда его узнавала со стороны очень доброжелательного отношения к тому, что висело рядом с его картинами. Он для меня человек совершенно солнечный, и человек, который невероятно интересно думал, потому что так же, как интересно смотреть на его картины, так же интересно его читать, высказывания его об искусстве. И то, что Люда так тщательно собирает все, хранит, знает всему этому цену. Вот, вы знаете, есть родственники, есть родственники с большой буквы. Вот Люда родственник с большой буквы. И то, что они делают с дочерью, это совершенно фантастически, потому что Люда ведь сама художница, и сама интересная художница. И в свое время мы ее в галереи с Олей выставляли, вот мы сейчас с Олей Сухенко сюда пришли. Да, и, но то, что она знает цену вот такому замечательному художнику и человеку, и как Людмила всегда о нем отзывалась и отзывается сейчас, то есть вот ее наполненность этим человеком, этой личностью, его искусством, это тоже своего рода явление. Поэтому я предлагаю поприветствовать Людмилу, вот за всю ту работу и за все то чувство бережности, которое она хранит и осуществляет и реализует во всех этих выставках, во всех этих показах. Людочка, ты большая молодец. Спасибо тебе. Спасибо, мы вместе с Наташей мы тут и делаем. Ну, поскольку достойные люди, достойные, и Тамара, и Евгений, мы их любим, они нас воспитали, дали нам вкус. Вот Михаил Михайлович не даст соврать об этом, и Витя тоже. Он все время говорил, он все время нас учил. Это все осталось, и мы их не видели, это близкие люди. Вот, поэтому, ну, смотрите, наслаждайтесь. Я очень рада, что... Представляешь, Людочка, как тебе произнесло, что у тебя такой учитель? Ой, я счастлива просто. Да, да, да. Кстати, у меня 10 декабря состоится выставка в музее усадьбы Дурасовых. Ну, у меня тема там Франция моя любимая. Так что приходите, есть в интернете. И Анатольевич тоже не был француз. Он добожал, француз, у него были все. Лучше друг Ирнегера у него был. Лучше друг Ирнегера, он до сих пор утрен, мы с ним общаемся, встречаемся. Он очень почитает Евгения Анатольевича. В его коллекции есть, конечно, Евгений Анатольевич, это естественно. Мы все там есть, поэтому все замечательно. Вот, так что я сейчас раздам мои пригласительные на выставку. А где это усадьба? А усадьба Дурасова, это метро Волжская, и там недалеко. Там очень красивое место, кстати говоря. Удивительно красивое место. Там серия у меня французских письма, литературную, можно сказать, честно. И еще каталог у нас, Катюш, каталог у нас этой выставки. Мы когда готовили эту выставку с Людмилой, мы неожиданно решили обратиться к молодым искусствоведам, к Александру Селенкову и Вере Кравцову. Обратите внимание на их искусствоведческое исследование по экспликации. И так же они будут в каталогах. Мне кажется, это хороший знак, когда молодые искусствоведы исследуют вот это искусство. Да, кстати, ребята очень интересные. Мне они так понравились. Они пришли в мастерскую, очень внимательно смотрели, очень с таким трепетом вообще отнеслись, потому что у нас есть наши великие Андрей Соробьянов, Михаил Михайлович, искусствоведы наши, можно сказать, родные. Оля Костина, естественно. Но я решила, что вот эти старые работы 50-60-х годов, с этого времени, и взгляд туда, это было бы интересно. И вот Саша написал просто потрясающе. Верочка тоже очень здоровая. А где они, эти персонажи? Где Саша? Пока Саша припоздал, Вера в командировке. Ребята очень толковые. Очень толковые, умные. И я тоже рада. Так что спасибо открытому клубу. Отлично. Супер, сейчас Ксюша от нас утонул. Всё, выставка объявляет открытая. Наслаждайтесь, она будет работать до 15-го числа. Спасибо. Спасибо.